Я сегодня только похмелялся. Я до этого три дня не просыхал. Ох, а что у тебя там было три дня? Три дня стоит, аж как-то прям вместе... Вместе с этими, с буднями, да? Друзья приехали. Ага, в гости, да? Ну три дня подряда. Да-да, я понял, понял. По 4А, Влад, спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Куда нам там идти? Тут рядышком прям вот есть. Мы, видимо, провтыкали когда-то поговорить с ним. Пуча, наверное, да? Правильно читается. Пуча, Влад. Или Рича. Что? Ещё один? Вон из нашей деревни. Довольно уже ведьмаки здесь вреда наделали. Разбойник на разбойнике. Храбители сучьи дети. Что это он такой-то опозлённый не заметили? Слышал? Убирайся отсюда, мутант грёбанный. Что тебе такого сделали, ведьмаки? Что сделали, что сделали? Пришёл один такой. Два дня жрал у нас, размышлял, значит. А потом и говорит, что милостиво согласится чудовище убить. Спрашиваю его, во сколько это нам обойдётся? А он, что, дескать, не хочет денег. Потому как видит, что беда кругом. Что он хотел? И из-за него спрашивают такой рёв? Ну, тут она мне и сказала. Что он её пурным глазом зачаровал и соблазнил. И вот она, значит, его награда. Ведмакий ублюдок. Ну и что, что ведьмаки бесплодны, но он же может её тогошить, как бы, да? Ой, ладно, хорошо. Найти мошенника на кладбище, используя ведьмачу чуть-чуть. Это, да, мошенник. Это чувак, на самом деле, типа не ведьмак нифига, да? Просто, блин. Я даже, блин, хочется так произнести, но нельзя матюкаться на стриме. Боже мой, озвучка и перевод, видимо, кем просто фантастический. Что там у нас, гуль? Брэд-16. Спасибо большое за фалу. А я не могу его открыть. Я тут уже был, по-моему, нет? Любопытно. Спасибо, спасибо. Очень ты вовремя. Ещё бы миг, и гуль меня бы по косточкам растащил. Собственно, я подумал, может, не вмешиваться, а понаблюдать за неизвестным боевым искусством. К какой ведьмачьей школе ты принадлежишь? К школе улитки? Тогда откуда у тебя медальон с головой волка? Три. Три. Настоящий ведьмак. Да, и настоящие ведьмаки несут в штаны при виде несчастного гуля. Отвечай, откуда у тебя медальон. Купил. Купил бродячего торговца. Ой, нет, крестьяне идут. Не выдавай меня, умоляю. Чудовище убито. Чё делаем, Элисон? Двое ведьмаков. Мы с одним договаривались. Будем его выдавать, или нет? Если сдать, то его убьют. Злобное было чудище. Вот и потребовалось на него два ведьмака. Чё за квест? Этот денег не хотел, значит, не будет между вами спора, как награду делить. Ну да, так у ведьмаков и принято. Но у ведьмаков есть ещё один древний обычай. Ну я не сдал. Я не сдал. Чё за квест я отходил за чаем? Это квест про лживого ведьмака. Не лживого, а ведьмака-мошенника. Вот этот чувак, который стоит за нами, он типа не ведьмак на самом деле. По нему, в принципе, видно. Он должен отработать свою неудачу. А ну, а ну, а ну. Если ведьмак товарища на помощь вызовет, то должен он свой медальон в землю закопать, от ремесла отречься и целый год на старосту в деревне работать. Можете его сразу и забрать. Ух ты. У такого ведьмака силы должно быть на двоих хватит. Должно быть так. Злюка, а видишь, как я поступил? Справедливо? Спасибо. Если нет, то его можно сделать рабом, и он будет в этой деревне всю жизнь на граблях сидеть. Смешно выглядеть. Нет, не справедливо. Надо было убить, да? Благодаря тебе ещё. Ну, короче, вот так вот я и сделал. Спасибо. Поговорить с охотником. Побежали к охотнику. Убивать таких надо. Ну всё, он в жопе. В любом случае. Вообще, на самом деле... А, ведь, смотрите, смотрите, гляньте, вот он стоит, работает. Да, блин, как. Написано, ведьмак. Да, блин, как дурацкая здесь камера. О, господи, боже мой. Ну, короче, вот он. Забавно. Работает. Так повезёт, что лучше пешком пройтись. Ой, не с тем говорю. Я по поводу заказа. Я по поводу заказа. Известно, что это за чудовище? Здоровенная должно быть тварь. Дюжину волков перебила. Кишки им выпустила, но съела не всё. Значит, сад злобы убивает. И рычит, и воет, по ночам аж страх берёт. Тем более во время войны. Он ещё тебе должен сказать спасибо, Геральт. Обсудим награду. Я бы мог заняться вашим чудищем, но не бесплатно. И сколько вы хотите? 58. 78. Столько мы готовы заплатить? Зря смеёшься. У него зато постоянный доход картошкой. Я люблю картошку, кстати. Давно не кушал. Так нам, значит, посчастливилось, что вы сюда забрели. Удачи! На ведьмаков и так жалуются, а этот ещё и позорит их. Ну, да, вот тут я с тобой согласен. Это да. Вау, бизнес. Мужик, прям как ты меня учил. По твоим тренингам. Так, таинственные следы. Обыскать лес, используя ведьмачье чутьё. Я бегу... А, нет, всё нормально, я бегу. И так вот по двадцаточке, по двадцаточке, Элисон. И Дестони купим. Монстр перебил целую стаю. Вот же туша. Здоровые следы, да? Чё-то я плохо вижу его следы. А, он просто четырьмя ногами именно как-то так джик-джик. Не перебирает как человека, а именно как этот... Волкодав, да, наверное, волколака. Ммм, хорошо, Элисон, стоп. Он оставил порядочный мех, когда тёрся о ствол. Да, это... Замах все ещё держится. Понятно. Понятно теперь, кто это. В принципе. В принципе, понятно. Как я и говорил. Что, это его какашки? Воняет, как говно беса. Да. Старая и засухшая. Я нашёл... Я нашёл дерьмо. Самое главное, что это было очень давно. Я наоборот учил не заниматься такой дичью. Не знаю, мне показалось... Мне показалось, ты меня другому учил. Ну, я же таки с этого что-то имею. Следопыт, ну да. А чё? Я не знаю, куда я иду. Может, где-то с этого... Со стороны воды пещера. Или нет? Стоп. А у меня не будет пока? Там же ж область, в принципе, да? Столько радостей от того, что нашёл дерьмо. Ну, я хоть что-нибудь нашёл. А вот что ты сегодня нашёл? Вот. Какули. Смотрите. Простижение. Там ещё Квинси с Хейсом сидят в Overwatch играют. Поэтому, блин... И чат проседает. Да, твою мать, где здесь вход? А чё, ачивоньку не дали мне, кстати, в натуре? Вот ты говоришь, Элисон, достижение. Где моя ачивонька? О! Так. Главное не сдохнуть. Ну, хоть не сдох. Отличный, я ещё и прыгнул, блин. Ого, ничёсё. Пиво в холодильнике нашёл. Ого, кому лучше. Я надеюсь... Ты в чужом? Ещё зацепка следы. Для беса слишком маленький. Вове пиво зло. Я ж пиво дань, не очень. Не, я в принципе не против. Оба потеряли много крови. Когда, ну, типа, выпить какого-нибудь вкусного? С рыбой. О, да. Он долго сопротивлялся. Было бы реально офигенно очень. И под кинцо какое-нибудь. Класс. Нафига мне лазить по чужим холодильникам? У меня в холодильнике лежит свежая вкусная пивка. Пивко. Пивко. Нет, блин, я... Не надо было, походу, не надо было слазить. Ну, так это, значит, не нашёл. Ты его купил заранее. Оно у тебя уже было. А я нашёл чужое дерьмо. Чужое, понимаешь? Не своё. Я не покупал это дерьмо. Я его просто нашёл. Осмотреть пещеру, используя ведьмачье чутьё. Ещё зацепка следы. Для беса слишком маленькие. Он всё равно хочет, чтобы я что-то нашёл. Мне его принесли. Вот, значит, ты его не нашёл. Тебе его принесли. А я нашёл. Под грабатую гору заходит круто, особенно если Друган под боком сидит. Приготовить приманку, используя алхимическую формулу. А это бес, да? Мне вчера принесли, а сегодня я его нашёл. Приманка до чёрта. Скакулями! У-у-у! Формула, крик гуманитария. Что ты, что ты имеешь в виду? Так, и здесь мы сейчас её поставим, да, и он сюда прикатит. Разлить приманку вокруг холма. Ммм, угу, угу. А я так могу войти? Нет, походу мне надо будет рюкзак. Лезть, да? И где приманка? Прочее? Нет, не прочее, конечно же. Алхимия. Что-то сходил в магазин и забыл про стрим. Ну, тот ты меня прям расстраиваешь. Тот прям расстроил. Чё купил хотя бы, рассказывай. Может, я надеюсь, хоть ты пиво купил. Я говорил тебе винишко взять. Ты принёс винишко? Вещи для задания. Выбрать ячейку. Я выбрал или нет? Да, я один. Ну, я купил вот это. Вот так вот. Доставай. Я сейчас принесу сыр бри. Сейчас всё будет путём. Ну, когда речь зашла о вычислениях, а ты гуманитарий. Ну, да. Всё, я понял, да. Я ещё тот гуманитарий, между прочим. Хотя, между прочим, я учился в математическом классе. Зачем? До сих пор не понимаю. Запах Мильна 5 вознесётся. Он появится. Надо просто подождать в пещере. По-моему, эта штука, короче, делалась из тех же этих, как улей. Как куле могут привлечь внимание вообще чьё-либо? А я искупался, я пью винко. Вы чё? Ой, пивко. Винко, прочитаю. Точно надо вино купить. Ну, давай. Ну, давай. Как говорят веренские бандиты, я из тебя останки сделаю. Останки? Останки? Вот это дамаг. Он ещё и хиляется, прикиньте. Блин, вот это лагает игра. Посмотрите, что происходит с ним. Посмотрите, что с его ногой происходит. Господи. Такие баги можно встретить либо в Ведьмаке, либо в Фоллауте. В четвёртом. Ну и в третьем. Вот это он ходит. Просто обосраться можно. Квен просто имба. Серьёзно. Просто имба. Гляньте, вот это его ключ. Меч сломался. Это было долго весьма. Ставь лойс, если учился физматик, химбио и работа... И работает в Макдаке. Я не работаю в Макдаке. И не работал никогда. Но это забавно было бы. Ещё не работаю, к счастью. Твоё же внимание какули привлекли. Ну да, привлекли. Даже не знаю, чего ответить по этому поводу. Я люблю там, какули. Кстати, недавно на телефоне видел рекламу игры от Plarium. Просто офигел, сразу тебя вспомнил. Кстати, игра называлась Викинги. Да, есть такая у нас игра. Мне приятно, что ты меня вспомнил. Это очень круто. Викинги. Да, есть у нас такая игрулечка. Довольно-таки, в принципе, ещё и неплохая. В плане стратегии экономической. Вот. Блин, реклама просто... Реклама. Plarium должен мне это... Накинуть немножко. Деньжат. Да, этими викингами весь Ютуб забит. Какого блогера не включишь, все рекламируют. Да, есть такое. Есть такое. Не сами блогеры в ролике. Не, сами блогеры в ролике. Не перед ним. Для этого есть облог. Да-да-да-да-да. Там, кстати, именно вот... Сами блогеры, короче, рекламируют их. Я рекламу принципиально смотрел за валюты в игре. Да, есть такое. Там, просмотри рекламу, типа, и получишь там какие-то внутриигровую какую-то валюту. Запарила реклама этих викингов. Ну, да. Много-много денег... Много денег вкладывается в рекламу игр. Вот. Не спорю. Очень много денег, ребята. Очень. Всем добра и на того. Привет. Привет. Как твои дела? Да, мы вернулись. И ты пришел. Мы сегодня 7 часов вечера. Мы сегодня даже раньше начали играть. Ага, вот, все. Здесь, здесь, здесь. Что он не слэшил? Надо подчиниться теперь, пойти из-за всего этого говна. А, на... По окрестным лесам рыскал чёрт, но я от него избавился. Они с бесом делили территорию... Вава-капа. Вава-кара. Чёрт. Вава-капа. Что же чудище против нашей деревни сговорились? Думаете, их теперь только больше будет? Спасибо большое за фоллоу. Не, не думаю. Ну, я посмотрю по дороге. Спасибо. А у меня тут кошель для вас. Мы всей деревней сложились. Спасибо. Будь здоров. Как, кстати, оцениваешь уровень развития мобильного гейминга, как разработчик этих же игр? Вопрос на самом деле сложноватый, потому что мобильный рынок это такая очень, ну, это бизнес-сфера. Если, к примеру, в Индии я о ААА-проектах... Ну, в них, короче, больше души, вот скажем так вот. А то мобильный рынок это больше бизнес. Если ты конкретно говоришь о уровне игр, то он довольно-таки достаточно хороший. То есть достаточно... Вот даже у нас делают игры, ну, весьма качественные, весьма хорошие. То есть туда точно так же вкладывается душа, время, море работы и так далее. По крайней мере, я не знаю, ну, у Плариума игры... Если вот именно вот эти вот игры главные, которые типа стратегии экономические, то они весьма мощные, весьма хорошие. Даже не знаю, какую можно привести в пример, которая могла бы больше, типа, понравиться, чем, ну, нежели там те же самые викинги там. Вот. Создается с помощью хороших технологий и все классно делается. Графика очень крутая. Холликейн, привет, Таня! Какие дела? Дела отличные, просто шикарные. Как твои делишки? Я вчера так, короче, долго очень разговаривал по скайпу, поэтому мы поздно закончили, поэтому я тебе уже не написал, ты уже спала в это время. Вот. Извини. У меня все хорошо, вот прошел Байонет, и вчера у нас в городе нашел довольно редкую игру на PS3 за бесценок. Волк Лор называется. Не знаю, что за игра. Без понятия. Видел, что ты играл в Байонету, между прочим, видел. Что это за игра, о чем она, какой жанр, а куда ты пропал? Ну, были у меня, так сказать, небольшие проблемы, и нужно было их... Нужно было, короче, себя, так сказать, восстановить. Был я немного не в состоянии. Не знаю, как правильнее сказать. Вова радуется инотоводу так же, как и кокулем в игре. Ну, блин. Ну, инотовод гораздо круче, вообще-то. Вот только вот что-то енотов все-таки и нет. Язвоты. Мы просто нашли какули беса до того, как ты пришел. Вот, я что-то так обрадовался, что нашел их. Не знаю. Так, хорошо. Отыскать пропавший караван. Может, сделаем еще какие-то вот эти квесты, да? 23-й левел. Ну, в принципе, почему бы не попробовать? Да, вот тут, кстати, нам надо починиться. Спасибо за ответ, кстати. А почему в огромном количестве случаев делается бесплатная игра, но с огромным донатом, а не платная, качественная игра без доната? Потому что это выгоднее. Микротранзакции выгоднее, чем... Короче, фри-ту-плей работает на микротранзакциях, в принципе. И очень многие, очень многие донатят просто невероятные бабки. Там есть именно вот какие-то VIP-игроки, которые... ВИП-игроки, которые, короче, ну просто вообще... Ну, очень много денег вкладывают в микротранзакции. Покупают юнитов. Они более постоянные. Игру ты купил, и все, она у тебя есть. И ты играешь, ничего не делаешь. А в микротранзакциях, ну в стратегиях, ты постоянно покупаешь там валюту, воинов, там улучшаешь здание, там быстрее, там скорость, там какую-то еще какую-то фигню, короче. Ты постоянно за счет этих микротранзакций развиваешь себя самого, в принципе. Свой сектор и своих юнитов. Ну, как-то так, в общем-то. Покажи мне свои товары. Покажи свои изделия. Все стратегии на телефоне одинаковые. Ну, смотря какие. А я ждала до трех часов ночи сидела. Косила в телефон. Да ладно, серьезно что ли? Мы просто закончили где-то что-то около пяти утра, чтоб ты понимала. Так, что у меня еще есть? Ты более крутая какуля, чем какуля-беса. Енот, не слушай его. Лазурный гнев, меч. Сложно сказать, какой жанр. Это экшен-рпг, но она такая одна в своем роде. Блин, мне прям... А ты можешь название мне, пожалуйста, в приват отправить? Я завтра гляну, что это за игрушка. Ну, фольклор, короче, да? В принципе, я запомнил. Фольклор. Понимаю, что выгоден не дурак, но просто жаль, что все игры на сто процентов ради денег. Ну, мужик, для того, чтобы... Я же говорю, я повторяю, это бизнес. Бизнес, он построен на том, чтобы была прибыль. Вот. И поверь, это не значит, что если эта игра сделала компания, которая состоит в чарте бизнеса, это не значит, что она сделана не с душой. Поверь мне, я тебе вот серьезно говорю, к примеру, как человек, который работает в такой компании, не все компании делают это только из-за денег. Далеко не все. По крайней мере, мы делаем это не только из-за денег. Туда ребята именно вкладываются. Вот прям максимально. Люди тупо ночами сидят в офисе. Допоздна. Ночью. Ребята любят свою работу, они любят то, что они делают. На самом деле, игроки многого не знают. Так, что я хотел сделать? Починиться. Прямо самооценка выросла. Вот именно, что какой-то финальный. Это я уже читал. Починить. Поэтому я не играю в мобильные игры. Татить деньги на убивалку времени. Зачем? Ну, я в принципе не играю в мобильные игры. Простите меня, пожалуйста, за то, что я сейчас делаю. Давай лучше сыграем в карты. Мне больше ничего и не нужно. Вова старался все игры, и ты убивал кюременем. Ну, мобильные игры. Мобильные игры, они больше убивал кей-времени, чем... Чем, там, Индии или ААА-проекты. Говорила мне мама. Сюжет главное, а не убей 10 трат разбойников, и тебе дадут шапку. Шапку. Тань, как твои стримы поживают? Татьяна, как ваши стримы, как ваша работа поживает? Концепция поменялась. Не слушай меня, походу, какуля бесал круче. Нет. Енот круче всех. Я пасую. Мне гвинт намного интереснее ведьмака. Ну, спасибо хоть кому-нибудь. Далеко не все нанимы. Нанимы. Еще бы, Вова, там обильные игры, гол. Тебе на горшок некогда было бы сходить. Я, может, играю на горшке? Это забавно прозвучало сейчас. Я играю на горшке. Ну, хорошо, я что-то мне хочешь этим сказать. А мне уже некуда, как бы, пасовать, да. И у меня и отбоя-то нет. Блин. Самое большое убийство времени это World of Warcraft. Ой, как я люблю World of Warcraft, мужик. Я люблю очень сильно World of Warcraft. И я считаю, что это одна из лучших реальной MMORPG. Не считая ее убийством времени, если честно. Ну, это мое личное мнение. А минус 700 мы тут как-то на Ведьмака собрались. А не на квинт. Самое большое убийство времени это жизнь. Тоже верно. Так. Ну, сейчас, ну, ребят, ну, партиечку. Это только вторая за вечер. За сколько там? За... За три часа. Вторая партия. Ну, давайте ставить, что делать. Коман, что-то дурацкие летает. Секунду, ребят. Ой, лол, короче, понятно. Ладно, хорошо, че я туплю. Секунду, телек хочет вырубиться. Короче, ставим эти баллисты и все. Ку-ку, Лили. Ку-ку. Как твой... Как твой Ирел? Я заходил, я видел. У тебя там были куча фонариков. И много людей. Ясное небо. Есть у кого-нибудь в этой жизни? Как ты стримишь с Мака? Всем привет. Как я стримлю с Мака? Фалклор. Спасибо большое, енот. Спасибо за сообщение, чтоб я не забыл. Памятник черту. Вижу сообщение. Как я стримлю с Мака? Ну, как, вот, беру и стримлю, а что, в чем проблема? В смысле... Так. Это не сложно. Точно так же, как и с обычного ПК. Самое большое убийство времени это Гвинт. Да ладно, Гвинт это прикольно. А толку смотреть то, что каждый прошел за 10 раз. Утрирую. Вот. А вот Гвинт... Коллекция опять поменялась. Я был прав, ты круче. Концепция опять поменялась. Ты круче, Беса. Жалко, елки-палки. Жалко, жарко, елки-палки. Комп жарит только в путь перерыв. До четверга. Пахнул конец. А Лариса Ивановна у меня уже ближе к концу. Я понял, понял. Так. У вас еще, то есть, стоит жара. Ладно, ставим, короче. Уже пофиг, в принципе, я так полагаю. Вот не надо. У меня опять желание в нее поиграть пропало. Ха-ха-ха-ха. Ну, блин, пони. Все было супер, только руки вклею. Ну, а обычное дело, ты же там клеила, что? Я уже сама себе ответила. Спасибо. Игры все идут? Идут эти на маг. Да, ты уже сама себе ответила. У нас карта захвата. У нас, у нас карта захвата. Я делаю это вот так. Через такую вот штучку, которая у тебя тоже есть. Он спасовал. Квинт, он же не очень. Ладно, хорошо. Енот, хочешь, будем играть в этот, в Hearthstone постоянно. Будем, будем играть в Hearthstone. Кто хочет играть в Hearthstone? Опа-опа-опа. Что за дела? Ничего, ты ушел играть в Лобер-Воч, а мы решили поиграть в Гвинт. Квинти, приди в чат, понуди Гвинт, какуля. Может, партийку в Гвинт? Так, ладно, окей. Надо же починить. Я починил, да? Я починил, я уже забыл просто. Да, все, я починил, все нормально. Прощай. Так он на PS4 играет, да. У нас игры только с PS, с PS. Я посмотрел, я посмотрел бы, с каким лицом ты бы играл в Hearthstone. А я играл в Hearthstone? В принципе, даже очень долго я играл в Hearthstone. Отыскать караван. Ну, давайте за караваном, да? Метка не ставится дурацкой вообще никак. Давай, я там как раз в пятом ранге тусуюсь. Максимальный ранг, который я получал в Hearthstone, это был седьмой, по-моему, если я не ошибаюсь. Или пятый, кстати, в натуре. Здорово всем. Привет, Пакмен, добро пожаловать. Да, по-моему, пятый или седьмой. Не помню. Это был еще до кучи изменений на Агрошамане. Denly23, спасибо за фоллоу. Go Hearthstone. О, как тебе... Thresher? Что за Thresher? Что за Thresher, Эллисон? Я думал, что Вова уже совсем стримы закинет. Не-не-не, ну чего вдруг? У нас же не было всего лишь двух стримов, ребят. Вы что? Нет. Как дела, Пак? Я не знаю, что такое Hearthstone. Ни разу не играла. Да ладно, карточная игра от Blizzard Entertainment. Ты бы видела сто процентов. Ты бы видела, с каким лицом я играю в Dark Souls. Слышишь, Юля, а ты мне сделаешь фигурку какую-нибудь? Сделай мне фигурку из, не знаю, из Bloodborne. Кто-то был связан. Но веревки наспех перерезали тупым ножом. Хуликейн, беляшик. Свежий, повезло. Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Какую ты хочешь? Из Bloodborne. Охотника. Или не, не охотника? А куклу, куклу. Из Bloodborne, не знаю, вряд ли получится. А что, нет, типа, разверток? А как, а, а, из каких игры, из каких игр есть? Ладно, хорошо, давай что-то попроще. Чего можно попроще? Могу куклу из пилы. А что за кукла из пилы? Разбила бочку с вином. Но люди, скорее всего, сбежали. Я уже не помню. В пила фильм ты имеешь в виду? Эквиенская. Запах будет чувствоваться еще много часов. Ну вот сейчас мы по запаху и пойдем. Как всегда, блин. Только ходишь и нюхаешь в этой игре. Больше ничем не занимаешься. Я бы хотел попробовать Hearthstone. Чего, друзья, все подсели на это. Игра очень хорошая. Карты достойные. Я не могу комаров тапком убить. У меня есть средства от комаров. Я обычно ставлю это средство, короче, и они там все охеревают там в течение, там, не знаю, 15-30 минут. Этого вполне хватает. Ну, я обычно дольше, конечно, держу, потому что у меня окна постоянно открыты. И нет сеток на окнах. Я что-то жлоблюсь, короче, их купить. Они там стоят какие-то понты, а мне все впадло. Могу тебе сделать какахи собаки из Бладборна. О! Да фу! Ты еще спрашиваешь? Ты еще не сделал? Свет ведет в пещеру. Могу, могу. Я там пропустил что-то. Да, я прикинь. Одного он догнал перед самой пещерой. А, могу, могу. Да, Вова не умеет в чтении. Одного он догнал перед самой пещерой. Да, я невнимательный. Простите меня, пожалуйста. Что, 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 как говорится, что маем, то маем. Воробушек, да? Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Могу, могу. Я ведьмаке на Скеллиге отправился. Как же там красиво, Вова. На каждом шагу скриншот за скриншотом делаю. Да, я помню, я был на Скеллиге. Тоже очень красиво. Да, не знаю, мне весь инвайромент нравится. Ведьмаке. Я прослушала про куклу из пилы. А что за кукла? Что за кукла из пилы? Я в Мак... В смысле, ты в Мак? В Макдональд, что ли, сейчас пойдешь? Десять часов вечера. Ночи, в смысле. Купи пивасика. Рассказывайте, что здесь случилось. Купцы нас наняли, вроде как их на дороге охранять. Мы оглянуться не успели. Они нас цап и связали веревками, как баранов. Винишко заканчивается, что-то маловато ты взял. Вас аккуратно объяснили. Что мы, значит, Таферича, неизбежные жертвы во имя прогресса торговли. И потому они нас оставят у телеги чудищем на сиденье. И правда. Летел ящик, как по заказу. Чудище должно быть привыкли, что по этому тракту перевозят припасы для армии. Ну да, умная была твоя. Сразу нам отрезала дорогу. Так что пришлось нам сюда влезть. А вот бедный Томил не успел. Такие усы у него, да? Могу какахи из жизни сделать в коробочек. Коробочек. Фея, это подделка с душком. Кстати, в Макдональдсе, в Хэппи Миле, фигурка из Марио. А, я не прочитал просто. Фигурка из Марио, да? Прикольно, мало ли кому интересно. Я себе взял. Прикольно, прикольно. Фигурки же. Все, понял. На сколько часов игрового времени рассчитан Ведьмак? Да, да, да хрена. Знаю, по-моему, часов 150, если я не ошибаюсь. Ну, к примеру, в Fallout 4 позиционируется 400 часами. Ведьмак, по-моему, поменьше. Часов 150 вроде. Часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду, так что искать, думаю, недолго. Мы тут подождем, чтоб не мешать. Милостивые окрыли. У вас по тьмах так глаза светятся, что я сперва подумал, будто ящер идет. Тварь, напавшая на фургон, какая она была? Здоровая? Здоровенная была скотина. Здесь протиснуться не смогла. А зубища у нее были. Едва мы утекли. Интересно, догнал ли он тех купцов. Так им и надо, сучарам. Теперь первое дело выбраться отсюда. Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Я займусь чудовищем. Я могу сделать фигурку из Марио, из бумаги. Марио, из бумаги. Я хочу фигурку из Платборна. Чтоб не мешать. Клюк, походу, был, да, кстати? Вот это мне повезло. Два раза проигрывался диалог. Лучшие на сапоге школы кота, между прочим. Ну, 40к фигурка твоя. Пишетама. Всем удачи. Пойду под сериал тухнуть кверху лапками. Спокойной ночи. Приятного тебе просмотра. Я понял, хорошо. Пока-пока, Тань. 40к фигурка. Ну да, там есть фигурки по... За 800 долларов. Я хотел бы Леди Марию себе. Леди Мария реально крутая. Так, стоп, не сюда. Вова, это у тебя броня школы Грифона? Да. Полностью весь сет. Что происходит? А, нет, все, правильно. Ты скидос видел наплойку? Shadow Among Us надо брать. Shadow of Mordor... Ой, Wolf Among Us. Shadow of Mordor надо брать. Коллекцию Borderlands и Firewatch надо брать. Borderlands... Ну... Нет, не видел. Я гляну. Firewatch у меня есть. А, в смысле, там новые скидки какие-то выложили, енот? Бабу себе живую завиди, Леди Марию. Ему хочется. Да нет, живые бабы для слабаков. Скотина. Ты, может, будешь использовать вен? Правда, ка-кираю. О, прикиньте. Ой. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да отстань от меня! Следующий босс после этих ребят будет Халиси, походу. Гнездо драконидов. Надо его уничтожить. Я бы сделала... Я бы сделала, но нет из Bloodborne. Заказывай... Ой. Заказывай, что они снова расплодятся. Завтыкал отойти. Хорошо, я подумаю. Давай я подумаю. О, чувака из... Из Fallout'а. Синий чувак с белыми волосами. Блондинчик. Гнездо драконидов. Простите, это, наверное, громко было, да? Да, Wolf of Mount Ass рублей 300 стоит. Ого, это понт. Вот ее надо брать просто... Много-много процентов. Понял. Но на стрим не зайдет. Она на английском. Я понял. Окей, спасибо большое. Я обязательно посмотрю завтра, что за скидоньки. Или сегодня вечер. Живые бабы для слабаков. Скотина. Блин, а у меня бутылок нет. Ни фига нет вообще. Блин, дурацкий еще этот... Болты эти постоянно, блин. Ну мы будем драться сегодня или нет? Либо сегодня только будет этот. Ой, она еще хвостом бьет. Я понял. Логично. Оооо. Королевская виверна. Ну давай. Ооо. Не попало. Ой, сейчас Квенбур пойдет. Го, Варфейс. Где 90% игры это донат. Лапит, Варфейс. Ну и скотина. И как же вот Энто называется? Королевская виверна. Они редко бывают такими крупными. Ха-ха, если бы ты упал, я бы потолк от смеха. Это было вполне возможно. На тракте жрала. И как вас звать, милздарь? Геральт из Риви. Геральт из Риви. Будешь что детям рассказать? В 2017-м выбирать реальных женщин вместо божественных 2D. Зависит. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Как же жалко консольщиков. Полтора эксклюзива и те говно платформер в стиле подделки из гринлайта и кинсо без геймплея с просадками до 20 фпс. Ну, ладно. А, Лили. Улетела. Ты улетела на 2 минутки. Если ты кидаешь ссылочку, у нас ссылки запрещены. Они разрешены только для сабскрайберов. Кидай либо мне, либо модеру какому-то в личку. Модер скинет Илья в чат. Две минутки можешь сходить, пока чай сделать. Первый пошел. Кстати, да, это сегодня... Между прочим, Юля первая именно ушла за вот эту неделю, сколько нас не было. Это очень забавно. Между прочим, самый безобидный, наверное, человек в этом чате. Всем здрасте, баллиста, привет. Добро пожаловать. Как твои делишки? Так, я ничего не пропустил. Ты что, Dota Go? КС... КС Гоу Варфейс. Как же жалко, пекарей нормальных игр в принципе нет. Это не я писал, если что, комментарий нашел на ютубе. А, все, я забрал, да? Получить награду. Это я самый безобидный, да? Да, вот. Смайлик, акцент на смайлике Капа в этом. В конце твоего предложения, да? Блин, твоя мать. Юль, скинь мне в личку ссылку, которую ты кидала в чат. Скинь мне ее в личку. Что-то Юля уж, короче, обиделась, ушла и отписалась. Хохол, 134. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здрасте. Я нашел ваших друзей. А я с ними уже говорил. Эх, жаль, Томилу не свезло. Вот вам. Держите-ка. Спасибо. Прощай. Расправьте.